МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но новость о том, что скоро в доме будет проводиться косметический ремонт, повергла жильцов в уныние. Наклеили объявление здесь вот на этой стенке и в лифте, что будет произведен ремонт во всем подъезде. Значит, с самого начала заселения, 76-го года, ни разу, никогда, 38-й год уже, никто ни разу никакого ремонта не делал. Значит, и объявление там написано, что за счет этих самых жителей. Действительно, совсем недавно, в июне этого года, Совет Министров своим постановлением номер 571 позволил для проведения текущего ремонта привлекать средства жильцов. Казалось бы, все прекрасно. Надоело жить, словно на помойке, сбросили с миру по нитке и общими усилиями облагородили подъезд. Но как это у нас принято, любое нововведение часто воспринимается в штыки. Ниже понятно почему. Ориентировочная сметная стоимость ремонта восстановительной работы ориентировочная. 39 миллионов 525 тысяч 815 рублей. Это мы посчитали миллион 300 с каждой квартиры за три месяца. Безусловно, нельзя говорить о том, что коммунальщики взяли цифру с потолка. Наверняка кто-то провел осмотр подъезда, кто-то составил смету, кто-то нашел подрядную организацию. И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Не произвели вопрос, не спросили, мы хотим этого, не хотим. Они просто нас поставили перед фактом, что 8 числа будет в подъезде производиться космический ремонт. Напомним, что данный косметический ремонт планируется провести за средства жильцов. Это как же надо не уважать людей, чтобы даже не посоветоваться с ними. Вы обязаны дать деньги, но мастера сами решат, какие обои вам поклеить, какой краской стены покрасить и сколько с вас взять за ремонт. Абсурд? Абсурд. Коммунальщики ссылаются на упомянутое высшее постановление Совмина. Но в последнем ни слова не сказано, что жильцы обязаны. Повторяем, обязаны платить за текущий ремонт. В силу принципа свободы договора, никто не может обязать кого-либо заключить какой-то договор, в частности, на проведение того же текущего ремонта. Желательно, чтобы стороны договорились о самом проведении текущего ремонта, о расходах и других моментах. И так все исключительно в добровольном порядке или по решению общего собрания. Руководство ЖЭО, номер 51, ведомстве которого находится дом, на таких мелочах, извините за сленг, не заморачивается. Мы заранее вывесили объявление в подъезде номер 8 жилого дома, номер 49 по проспекту Рокосовского. И предупредили жильцов, что у нас будет проводиться ремонт подъезда. Надо отметить, что в упомянутом высшее постановление Совета министров ни слова не сказано, что коммунальщики обязаны проводить собрания с жильцами и что-то согласовывать. Согласитесь, что попытка договориться со всеми может затянуться на годы. В случае, если стороны не договорились о объеме проводимого текущего ремонта, о сроках его проведения, о стоимости и так далее, то вопрос о проведении текущего ремонта может решить и сама государственная организация, которая намерена делать такой ремонт. Кстати, директор ЖЭО номер 51 не боится острых вопросов. Все огрехи предшественников он спокойно опускает. Согласно постановлению номер 12, ремонт проводится каждые 5-7 лет в подъезде. Должен производиться. В этом подъезде уже ремонта не было, я не могу точно сказать, но очень давно. Плохо, что у руководителя ЖЭО не доходят руки до документации, которая наверняка есть и в которой наверняка отражено, был ли когда-нибудь в подъезде дома номер 49 косметический ремонт. Жильцы утверждают, что почти 40 лет никакие работы не проводились. И им несложно поверить. Если бы я возле стенки пришла, мне бы на голову упало вот это вот перекрытие. Оно свалилось прямо возле меня. Никого это ничего не интересует. По статистике, до 70% уличных преступлений совершаются в подъездах и подворотнях. Подъезд этого дома является проходным, и многие горожане предпочитают запрощать свой путь именно через злополучный 8-й подъезд. Там притоны алкоголиков, там столько на подсходе-то. Ну, вы же видели, это же не просто мокро там. Это постоянный туалет. Летом туда вдохнуть нельзя, вниз все. Извините за натурализм, но у людей, что называется, накипело. Надо полагать, что в дома, где проживают чиновники коммунальных и административных служб Ленинского района, пахнет иначе. Да и текущие ремонты у них наверняка проводились вовремя и за счет государства. Ну да бог им судья. Но некрасиво получается, 38 лет на людях экономили, ремонт не проводили. А как только появилось постановление с админа, тут же коммунальщики оживились и озаботились ремонтом. За чужой счет. А люди не очень охотно расстаются с кровными деньгами. Как быть? Ведь ремонт, по утверждению директора ЖЭУ, начнется вот-вот и в любом случае. Но кто не рискует? После того, как ремонт будет произведен, организация, которая провела ремонт и была его инициатором, не имеет права непосредственно путем жировок, так называемых, взыскать эти расходы с граждан, а имеет право взыскать такие расходы только в судебном порядке. И вот тут-то коммунальщиков и могут ожидать серьезные неприятности. Ведь судьи тоже люди, тоже где-то живут. И многие наверняка в подобных подъездах. Может, что называется, аукнуться. У дешевого разбирательства у граждан, естественно, может возникнуть ряд вопросов. В частности, такие. А какую сумму внесло на текущий ремонт государство? Почему необходимо было привлекать средства граждан в таком размере? Почему текущий ремонт не проводился в течение длительного времени? И поэтому данная организация должна будет ответить на все эти вопросы в суде. Вот мы и вернулись к тому, что с людьми надо по-человечески. Надо уметь объяснять и договариваться, а не ставить вопрос ребром и в лоб. Мы настоятельно рекомендуем любым организациям, которые являются инициаторами проведения текущего ремонта, с привлечением средств граждан, обязательно провести такие собрания, побеседовать с гражданами, обсудить, рассказать для чего-то делается, какие средства привлекаются государством или не привлекаются и так далее, чтобы доказать необходимость данного капитального ремонта, его правомерность. На вопрос корреспондента, почему в подъезде номер 8 дома 49 по улице Рокоссовского уже 38 лет не проводились восстановительные работы, Михаил Дикторович все-таки признал вину за коммунальными службами. Бывшие предшественники, не знаю, почему это не делалось, но вот решили, что будем проводить ремонт именно в этом подъезде. К слову о сроках. 8 декабря в день визита нашей съемочной группы ремонт так и не был начат. А возмущенные жильцы спешили показать нам все прелести интерьера их подъезда. Это вот первый этаж наш. Вы видите нашу батарею, которая включена в смету по покраске. Она у нас не действующая. Почему мы должны за это платить деньги? Хотелось бы сказать, что тот дом хорош, где хороши обитатели, но когда состояние подъезда угрожает здоровью и даже жизни людей, волей-неволей винишь во всем коммунальные службы. Директор ЖЭУ Клятвиной пообещал, что ремонт начнется 9 декабря, а закончить его планируют до Нового года. Странно другое. Ремонт обещается, а конкретики нет. Жильцы спрашивают, что все деньги будут, чтобы коммунальный услуг в течение 6 месяцев высчитывать материалы. Все это закупается, и точную сумму невозможно назвать, потому что еще до конца материалы не приходят. Хорошо это или плохо, но обещанный день наступил, а 9 декабря на гаммале рай штукатура не ступала в подъезде. Может быть, все-таки кто-то решил, что стоит спросить у людей их мнение? А оно им надо? И в завершении сюжета замечу следующее. На свете осталось много беспорядка после тех, кто хотел привести его в порядок. Что стало с подъездом, о котором речь шла выше, мы обязательно расскажем и покажем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова